Всем привет! Мне надоело чувствовать себя мешком с картошкой, я накрасилась, нормально выгляжу, помыла голову. И раз мы все равно сидим дома, я решила поделиться с вами клевыми, очень легкими идеями для фотосессии в домашних условиях. Итак, идея номер один. Радуга на лице. Мне всегда казалось, что это безумно сложный прием, что нужно ловить настоящую радугу, потом ее направлять на лицо или часть тела, или предмет. Но оказалось, что метод на самом деле элементарный. Сейчас я спасу всех любителей хипстерских фото. Вам понадобится DVD или CD-диск, если у вас такие дома еще остались, и фонарик. Диск, фонарик. И мне нужно сейчас закрыть шторы для того, чтобы помещение было немножечко темнее. Желательно встать на фоне белой или однотонной стены. Вы просите друга или подругу или родителя направить фонарик на CD-диск. Видите, как он отражается сейчас в камере? Направляя фонарик по-разному и под разным углом вы получаете разную яркость радуги. Та-дам! Вы можете распределить ее на любую часть тела или предмет, который хотите сфоткать, но мне нравится делать такие фото с радугой на лице. Друзья, я также на карантине снимаю много прикольных тиктоков. Мне там очень одиноко и грустно. Адумайте, пожалуйста, переходите, подпишитесь на меня, присоединяйтесь к нашей команде. Вторая идея! Я думаю, мы все видели в Pinterest, Tumblr или разных социальных сетях фотографию с белой ванной и цветами. На самом деле это сделать не так сложно. Вам для этого понадобится 5 литров молока, цветочки и друг. С штативом тут не обойдешься. Набираете ванну, оставляете там немножечко места для того, чтобы когда вы в нее ляжете, вода не перевелась через края. Под цвет роз сделала себе оранжевые тени. И воду в ванну я уже набрала. Камеры, штатив, унитаз нам не понадобятся. Ложитесь, накрашивайте, как и красиво, поворачивайте свои рабочие стороны лица. И дальше просите друга вылить вокруг вас 5 литров молока. Как, ребята? Господи, боже! Сделай так, чтобы вода не была прозрачная. Я знаю, что я сказала, что нужно 5 литров молока, но у меня их только 4. Вот они, розы, из которых я сейчас буду отрывать лепесточки. И прозрачное белье, чтобы было ощущение, что я обнаженно нарежу в ванне. Сверху, вокруг своего лица, вы кидаете лепесточки или цветочки и фотографируете. Самое главное, быстро. Получится все, круто будет. Очень крутая идея, которую я сама хотела попробовать. Для этого вам понадобится проектор. Но если нет проектора, то телевизор. Не парьтесь. Мы берем проектор и настраиваем абсолютно любую картинку, которая нам нужна, на белую стену. Или, допустим, белую плотную штору. Мы просто встаем на фоне изображения проектора и дальше либо фоткаемся сами со штатива, либо просим нашего домашнего раба. Можно принять совершенно разные позы и выбрать любые фотографии, цветовые сочетания, которые вам нужны. О, что там? Что-то? Лови его, лови, Дася! Если мы выбираем телевизор, то нам нужен такой телек, в котором мы можем вывести изображение на экран с телефона или девайса. Опять же, выбираете яркую картинку, проецируете ее на ваш телевизор и встаете максимально близко рабочей стороной к экрану. Таким образом, у вас будет эта картинка и сзади, и отражаться на половине вашего лица. Если вам потребуется дополнительный свет, есть один такой трюк, называется Инстаграм. Вот здесь вот в разделе Create вы можете выбрать совершенно разные цвета. Делаете максимальную яркость, и вот вам, пожалуйста, настоящий ручной цветовой софит. И очень красиво получается, если с одной стороны у вас телевизор, а с другой стороны у вас выбрали вам цвет. Прямо в процессе меняю одну идею на другую, и это гораздо более крутая. Называется она рисование светом. Для этого нам обязательно понадобится штатив или поверхность, которая не двигается. И делать мы это будем в темноте. Мам, спасибо. Это можно сделать как и на профессиональной камере, как я это буду делать, так и на телефоне. Итак, для этого эффекта нам понадобится приложение Slow Shutter. Вот так вот оно открывается. Что на камере, что здесь вам нужно поставить максимально долгую выдержку. Мы завязаем в настройки. Переключатель, который называется Light Trail. Рисовать светом. Чувствительность света 1.4 и выдержка 8 секунд. Дальше я ставлю телефон. И вот сейчас мое движение светом запишется. Просто нужно сделать это несколько раз, и чтобы не подходить в кадр, а чтобы фоткали вас. Получилось совершенно случайно супероригинальное фото. Я использовала ту же самую вкладку в Stories Instagram. Просто выбрала из цветовой гаммы радугу. Идея с вазой или стаканом. Для этого вам понадобится ваза или стакан. Самое главное, чтобы они были прозрачные, чтобы текстура стекла была абсолютно гладкая. И белая стена. Вы садитесь на фоне белой стены. Я, допустим, выбрала черную водолазку. Набираете в вазу или стакан водичку. Извините за количество грязной посуды. И потом просто двигаете эту вазу или стакан на фоне своего лица. У вас получаются очень причудливые формы лица тогда. Может быть, растянутый глаз или растянутый нос. И можно сделать очень эмоциональные и интересные оригинальные фотографии просто с вазой на фоне белой стены дома. Снимать также можно со штатила или с таймера на айфоне. Ну, совсем элементарно. Если у вас есть модем Wi-Fi, то, скорее всего, у вас есть и холодильник в доме. Это радует. Все очень просто. Мы берем какой-нибудь секси белый топик. Такой немножечко винтажный. Кроп-топ. Желательно, чтобы было видно животик и джинсы. У меня они с высокой талией. Идем к нашему холодильнику. Набиваем холодильник разноцветными продуктами. Либо берем то, что осталось и двигаем ближе к двери. Для того, чтобы продукты давали нам больше цвета. Берем две мандаринки или апельсинки. Встаем на фоне холодильника. И с ними фотографируемся. Дальше накидываем классный винтажный фильтр. И получаются хипстерские фото на фоне холодильника. Это очень сейчас, кстати, на карантине актуально. Ну и последняя идея, которую я сама хочу попробовать. Это фотография с подарочной ленточкой. Розовый, фиолетовый или голубой. Для начала нужно создать нежный образ. Я сделала себе стрелки. Нанесу блеск для губ. Обязательно выровняю тон кожи. И нарисую себе веснушки. Дальше нужно убрать волосы назад в аккуратный нежный хвостик. И завязываю себя на шею с подарочной ленточки нежного цвета. Маленький батик. Для того, чтобы выглядеть максимально чувственно и женственно, я использую гель. Для того, чтобы убрать все лишние волоски и пушок из хвостика. Дальше встаю на фоне белой стены. Я советую делать эти фотографии в топике, чтобы у вас были голые, красивые плечи. И так получается чувственная, нежная фотография. Которую, опять же, можно делать со штатива. Или с помощью домашнего раба. Или вообще как угодно. Ну что, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Скоро увидимся. Я пошла депрессовать дальше. Так что увидимся на следующей неделе. Я буду вас ждать. И ждать ваши отзывы. Боже ж. Дорогие друзья, меня по этому видео также консультировал мой друг Миша. Невероятно талантливый и офигенный фотограф. Спасибо тебе. Приятных фотосессий дома. И отмечайте меня обязательно в инстаграме. Всем пока.